Защита внутреннего рынка от товаров сомнительного качества и недопущение незаконной предпринимательской деятельности. Таковы главные причины принятия указа номер 40. По данным правоохранительных органов, полученные из-за границы товары часто вовлекаются в теневой оборот, реализовываются через торговые центры, рынки или сеть интернет. Новые правила призваны пресечь эту незаконную практику. При этом норма в 1500 евро и 50 килограмм беспошлиного ввоза остается действовать. Но если граждане будут пересекать границу чаще одного раза в три месяца, то товары с суммой свыше 300 евро будут облагаться таможенными платежами. В таком случае данная категория товаров должна будет помещаться физическим лицом под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, так же, как и делают это юридические лица. При этом необходимо будет произвести уплату таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, сбора. И после этого товар будет считаться выпущенным для внутреннего потребления, но здесь необходимо учесть, что таможенные органы в данном случае будут проводить контроль товаров, запрещенных и ограниченных в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. Кстати, действие указа номер 40 распространяется на вещи, полученные в подарок, даже при наличии подтверждающих этот факт документов, а значит, также подлежат процедуре оценки стоимости товара. Стоимость перемещаемого товара заявляет физическое лицо, которое его непосредственно перемещает. При этом само заявление должно сопровождаться еще документальным подтверждением стоимости. В случае, если документов таковых нет, либо у таможенных органов возникает сомнение о достоверности заявленных сведений о стоимости перемещаемого товара, тогда должностное лицо производит оценку самостоятельно с учетом информации, которую располагает таможенный орган. В каждом правиле есть исключение. Положение документа не будет применяться в отношении отдельных категорий товаров, риск ввоза которых в коммерческих целях минимален. Речь идет о товарах, поступающих в Беларусь воздушным транспортом, ввозимых сотрудниками ДИП, представительств и консульств, а также вещей, перемещающихся через границу вместе с хозяином. Изменения, которые повлек за собой указ номер 40, также затронули и работу почты. В частности, ужесточились и лимиты на международные посылки, получаемые белорусами. Если раньше в течение одного календарного месяца можно было получить отправление из-за рубежа общим весом до 31 килограмма и суммой в 200 евро, то через два месяца после подписания указа белорус может купить товар в интернет-магазине всего на 22 евро общим весом до 10 килограмм. По мнению властей, именно столько времени необходимо, чтобы уже заказанные посылки успели прийти в нашу страну.